вот так вот о в ты смотришь перпету сплэй меня зовут саша играем в средиземных семьи тени войны нужно что казалось бы могло пойти не так очень хочется с тобой посоветоваться насчет одной крепости просто воспользоваться благами коллективного разума в комментариях из разряда напиши свое мнение вот это помимо того что в принципе любая игра на канале так было и есть выходит именно так часто как часто ты ее поддерживаешь лайком комментарием репостом то есть вещами которые мне дают физическое вообще в принципе имеют физическое какое-то проявление твоего интереса любое не физическое проявление я не могу в принципе считать узнать поэтому хочешь больше серии по средиземью чаще серии по средиземью поддержи их они интереснее будут так вот с чем связана фигня этой крепости а дело в том что есть куча здесь обычных ребят абсолютно обычных ребят в которых в принципе ничего читерского я не вижу ну вообще просто вот обычные такие себе ребята а ложки в том числе кстати вот так же есть интересные ребята которых хочется заработать это не один из них но показываю всех чтобы не было вопросов обычный орг но не придерешься никаких претензий нету вот этого хотелось бы взять просто потому что он берсерк но опять же опять же с ним все порядке ну вот такой классической средней руки берсерк ничего особо выдающегося и ничего читерского тем более танчик тоже такой себе танчик никакой как они в принципе все и являются с классикой жанра упрямство выше да все в норме вот все в норме боец арены а ложка тоже у него вот все как у людей скажем прямо на все нормально а также есть вот лягушатник который хотелось бы на самом деле взять если что если что ну мало ли прок этих зеленых ребят а то они вечно заканчиваются частенько в общем такой себе нормальный целом ну норм можно брать единственные ядовитые бомбы но с другой стороны можно поменять на огненные потому что уязвимости для огня нет хотя я не знаю из перестанет ли лягушатник быть лягушатником и зеленую раскраску уберет если я ему уберу если я ему уберу ядовитое оружие да вроде не должен но мало ли если по аналогии с некромантией то фиг знает но самое главное здесь это правитель хочется вот понять узнать твое мнение как минимум и понять насколько я здесь объективен потому что на данный момент все очень подозрительно с ним на первый взгляд нет но на самом деле да я не знаю может быть в одночасье я стала еще и дельтоником но вроде как нет особых так сказать глаз я в него не наблюдаю они они вроде как должны быть прям должны быть сейчас поймешь почему но все-таки такие него прибамбасы вот такие вот прибамбасы но потом начинается самое суровое да у него три высших перка и я неоднократно говорил что игра позволяет скажем так воспользоваться таким багом ничего сверх естественного в этих перках нет но у него при этом еще и двойники и некромантия я не помню ни единого истребителя мертвых а если что его по идее должны были бесить еще и мертвые но но не факт может быть не всех может быть я не обращал внимание но все-таки я не помню ни единого некроманта возможно я сейчас придираюсь но я не помню тут просто стечение идет обстоятельств то что у него три высших перка то что он некромантия то что двойники как-то все слишком хорошо не видел я таких истребителей я уже не говорю о том что у него какие-то подозрительно обычные глазенки как для некроманта вот я могу я могу для сравнения да что я имею ввиду если вдруг ты и не сталкивался до некромантами а у меня тут может быть и нету а может быть вот этот да да обрати внимание на цвет глазеночек да и такие они у всех некромантов здесь чем вопрос да надо более более осознанно подходить к выбору слов потому что когда я говорю что вот у меня паранойя то сразу люди понимаешь у людей особенно у которым не свойственно вообще никакая самокритика у них сразу же вот эти слова что у меня паранойя они вызывают мысли что со мной что-то не так понимаешь не то что вот обстоятельства слишком подозрительные а то что со мной что-то не так но это люди которые абсолютно ничего общего с самокритикой не имеют к сожалению но факт так вот дело не в моей паранойи дело в том что это сука очень странный орг все остальные я специально их показал прям до до буквы до до перка показал тебе чтобы тем более чтобы было все ясно сейчас будет все еще более ясно если там будет хотя бы один читерский орг хотя бы сука один но если не будет я не знаю это это что это редкая случайность и классный истребитель мертвых такой прям классный или с ним что-то не так читерское что-то жду твоего мнения в любом случае если придем все к мнению что это читерский орг все орки которые будут завербованы и а логи в том числе в этой крепости автоматически будут уничтожены просто уничтожены возможно даже не поленюсь на камеру это сделают а то к сожалению к сожалению но нужно доказывать теперь все все вот людям нужно доказывать ну понятно конечно я все все понимаю еще хочется один отметить момент типа вот саш а как же ты так веселишься и играешь в игрушечки когда когда вот такая херня происходит мире как же ты вот это так лицемеришь так я не лицемерию я еще в первом видео в котором вообще эту тему поднял я имею ввиду первую серию по элден ринг я сказал что паника и отчаяние это самая большая херня ну конечно же всем на это насрать если ты думаешь что мы тут все прячемся под кроватями очень ошибаешься очень это самое худшее что можно сделать стать в этой ситуации в принципе давай что ли дам на этой крепости еще один шанс не разочаровать меня не буду смотреть кто там есть кто там нет через меню армии а вот так вот с кем столкнемся с тем столкнемся читера читерского орка пропустить ну просто не получится это нереально вообще так что так что аллок закончился жаль а второго убили нет но такое ну на скорость я тут и не старался что-то сделать но все таки все таки я думаю стоит а ложечку то и взять ибо тупо будет быстрее мои ребята двери не прошибают чаще всего особенно тут дыреть такая вещь крепенькая хорошая добротная нормальная дверь так нет нормально это то что они там появились это нормально ну это что грауга грауга сразу билет тоже нормально и автоматом посадили моего дракона и расстреляли посадили и расстреляли дракона бросаются моими орками ужас ужас какой-то кошмарный от ну да ладно орки к этому готовы во всяком случае любые орки которые лезут куда не надо должны быть к этому готовы я считаю а ну такое знаешь ничего критичного что это у нас такое в принципе здесь укротитель поэт ну нет будь он не укротитель я бы взял серьезного укротителя ну блин даже с раскраской ну нахер его вот будем считать что магия морда не дала и нет это осознанный выбор это осознанный выбор вот он вот он вот он вот он вот он тот кого я казню если а крепость будет признана нами с тобою читерской ну ты поддаешься или не поддаешься а извиняюсь что эти в голову не попадал но ты там летел неудобно было это же тот да это абсолютно точно тот с ядовитыми бомбами берем или не берем магия морда твой выход нет вроде как берем пока что берем пока что он горит ну хрен с ним забирайте опять же казню если что казню без озрения от зрения совести малейшего твою мать да твою мать а ну бывает и такое печально печально вот-вот просто теперь интересно твое мнение если это еще крепость а ее хрен даст найти теперь тем более всех данных нет но все же твое мнение был он читерским или нет напомню глаза подозрительно привыкших перка само по себе нет но в купе а с остальным тоже подозрительно не кромантия еще и двойники в общем по-до-зри-ти-ль-но но с другой стороны каких-то железобетонных доказательств но просто не было я имею ввиду типа из разряда ядовитое оружие и вдруг некромантия эти по моему такое даже читеры не умеют клепать интересно что в урны не еще доненька не захаживал надо признать на завоевание что-то давай не делать поспешных выводов хорошо а ну можно делать уже можно уже можно все уже можно как только видишь вот такую вот морду которая в профиль ну слегка слегка отдает чем-то таким из варкрафта второго как там эти были гоблины не гоблины тролли не тролли тролли вроде ну вот это я имею ввиду вот тут все сразу понятно тут никаких тебе намеков на странности все сразу ясно блин сука казалось заказала что все будет хорошо но нет попробуй дать один шанс еще один шанс нужно но я серьезно я давным давно не захаживал именно в норме ну мы попробуем хорошо хрен с ним один разок почему не попробовать сбросить этого имеется ввиду просто отказаться от него и пойти на следующий на следующую крепость понять что там с этой следующей крепостью так что там с ней не так что вообще в принципе здесь творится в норме не учитывая что ну так крепость если это вдруг случайность если это все проделки магии мордора и тот истребитель мертвых это исключительно родной сын магии мордора они вот этот вот позорный читерский приблудыш он прям ну наверное лучший истребитель мертвых ну блин как то вот не верится что мне такие хорошие истребители мертвых ранее не попадались не то что завербовать не получалось не видел даже не видел сколько надо было там этому меткому стрелку еще и без шансов оказаться или он был не меткий стрелок хер знает был ли он метким стрелком или нет вроде был хер знает ладно неважно сейчас уже ясно ничего не будет но посмотрим что же тут следующая следующая крепость какая есть ли она вообще не читерская интересная более-менее с какими-то интересными орками а насчет лягушатника напиши обязательно напиши я-то его хоть и взял завербовал и вроде он скорее всего попал в гарнизон хотя по процентной верности нет но напиши сочтешь его читерским нахер удалю сразу зеленых найдем и нормальных без читерских крепостей да кто его знает лайт брингер что-то типа цветоносца крут без без рассудный ну это похоже на обычного двойника башни это похоже на обычного двойника башни его просто как всегда магия мордора затемняет тебе не видно насколько он красавчик но тем не менее у даже шлем разрушителя все очень-очень в рамках истребитель психоснов пожиратель снов вот обратно обратно если он будет некромантом я не удивлюсь а если не будет не удивлюсь тем более такие проделки магия мордора делает часто архитектор архи архи архитектор он вообще ни о чем но мне никогда не нравился разрушитель бродяга по крайней мере не нравился как боец о чистолюбивый берсерк ну ну вроде все норм даже могло быть лучше у него кто-то могло быть лучше а все все ну все норм все да не все понимаешь все да не все тут главное заглянуть скажем так в козыре глянь сразу же сразу ноль 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 в слабости ну это прям это сто процентов тут без вариантов никаких сомнений быть не может к сожалению не я сейчас еще прошвырнусь по этим самым по крепостям сейчас особого времени искать интересных крепостей нет но прошвырнуться разок по локациям и посмотреть кого же предлагает магия мордора или не магия мордора это есть найду продолжим конечно горгород 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 ладно угу ну-ка ну-ка значит козырный орк вроде как норм этот наемник по крайней мере ничего подозрительного вот этот дядя у а это а это а это очень хорошая возможно страховка на случай смерти мясорубки в рамках белой мафии это вообще отлично это что такое ну-ка 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 не о чем а этот классика некромантии да божди а это уже а чё это он не некромант а ему наверное кто-то заменил оружие да на огненное оружие вот оно все не странно не странно было бы странно но и не странно хотя даже если бы у него было проклятое оружие все равно можно было бы догадаться что ему кто-то заменил оружие вот но учитывая что здесь есть вот такие парни как бесстыжий амук возможно внутри что-то очень даже интересное несмотря на то что тут две пустые дырки вместо орков очень даже может быть что-то похожее на этого самого амуга с толстокожестью огромной силой и щитами не щитами берсерками не берсерками без особых проблем сейчас посмотрим сейчас посмотрим в горгород это я бывал достаточно часто на самом деле но таких крепостей на этом уровне не встречал если честно на рейтинге девять сотен чтобы не хватало ребят там в крепость ну может 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 а может фиг знает что может все может быть давай посмотрим на деле что там есть опять же да эта крепость в тон талиону по крайней мере одна из наиболее приближенных к его назгульскому естеству внешне внешне разумеется речь о внешнем внешней отделке вот я же говорю тут уже по три человека на точке на некоторых и даже есть швяра быстрее вскрывай пока не вскрыли грауга давай 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 ломи все нормально все в порядке так швяра я бы швяру пожалуй взял несмотря на то что он убил тартышку можно попробовать ребят ну где вы там давайте что ли рихтовать швяру смотри-ка швяра прям на талионе и ломится каково это противостоять тому кто как и ты бессмертен мы не можем вывести друг друга но можем причинить боль много боли швяра ну насчет тебя ты зря такой уверенный знаешь что он всего лишь танк да еще и салогами и упрямством нет знаешь швы это все здорово но не все этот по крайней мере конкретный здорово не относится темный властелин даровал мне это проклятое оружие как даровал так и заберет поэтому талион талион убей меня срочно ну вот да без проблем в принципе я только за без я только за это раз это два это три но тебе мало да тебе мало три ты же наемный убийца тебе надо побольше да карагуры скачут кто тут у нас кстати третий парень с топорами да какой-то парень с топорами дайте ребята ну ребята ну что будет он застрелен или нет будет он застрелен или не будет он застрелен не будет да но в огне был уничтожен так что тут с этим ребятенком с топорами ребят что вы с ним придумали он нормальный вроде бы берсерк можно его аккуратно не сильно убивать а где-то эти стрелы мать их вечно они куда-то деваются когда они так нужны стоп 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 ребята стоп стоп не надо дайте хотя бы посмотреть что это нет наемная убийца значит бросал он там ножики да ну его нафиг я его применить особо это нигде не могу они по хорошему к месту вот только на этом на завоевании кто-нибудь убьет швяру ну ладно на следующей точке так на следующей точке хрен с ним на следующей точке все окей швяра еще немножко поживет так здесь у нас пустая точка а дальше швяру уже начали гасить ну и правильно ну и ну и правильно наши наши в городе что же тут мать его творится здесь а ложка который призывает граугов да приключился двойной удар грауг грауг не загорелся ну да и ничего страшного орков сейчас распугаем а его возьмем под контроль спасибо это было необязательно так давайте я подрежу что ли во отлично замечательно швяра пришел убивать моего грауга второго уже сука а ведь это бесит это уже личное это уже точно тебе говорю личное швяра что насчет бессмертия ты же танк давай и заново все похоже мне конец а на самом деле не конец потому что мне не конец потому что я танк потому что все дела да 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 ничего ничего я мы с тобой еще решим этот вопрос не переживай здесь слушай а где ты был я тебя даже не видел здесь я думал здесь только грауг и только олог где ты был все это время а а вот это да ладно надо решать вопрос с швярой да надо решать ужасно мило с твоей стороны стать кормом для моих зверей они благодарят тебя ну и зря зря надо было поблагодарить их за то что они стали кормом для швяры нет ну кровавая буря конечно кровавой бури но укротители обратно такие нафиг он нужен вообще вообще не нужен давайте застрелим а буря бурмыла кровавые защитился руками итак раз два да не выживет же выживет ну ладно казнь так казнь ах неуязвим так неуязвим подрезали смотри швяра смотри что с тобой будет со мной справишься но правителя тебе не одолеть конечно как же это правителя то одолеть битва в тени как хорошо что он хотя бы горел и его было видно швяра ты это видел где ты там а он успел призвать еще одного грауга ну и хрен с ним так швяра 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 стой украинский ребят валим во все толпой а нормального вот эта тема вот это я понимаю вот это пошла жара ну бывает и такое дайте дайте последний удар талиону да то есть ты хочешь сказать ты все это время не смотрел швяра я там казнил его специально для тебя ты дорвал мне бессмертие отрубив мне голову а теперь хочешь все испортить вот ты подлая тварь не та ну вот вот путают они талиона понимаешь путают талиона ну на этот раз то уже с концами твоя голова отрезана правильно прикинь бы сейчас рукой поймал бы и присандалил на место это было бы четко это правда тема стоп стоп товарищ стоп ты укоротитель да дайте лично опозорю дайте лично опозорю чё бы нет это время это его был были звери ну грауги эта тема с подхватом головы прям для какого нибудь синематика было бы просто здорово немножко бы концепция игры поставила бы под вопрос но в целом было бы здорово здесь героически обороняется один берсерк это конечно дело благородное но он должен быть нашим давайте ребята рихтуем его сильно но аккуратно ну войди в круг ну ребятам неудобно они не умеют ну войди в круг в положение войди в круг войди тоже вот приходится да ну ребят ну серьезно это что такое вот вот это нормально только слезь пожалуйста с моего орчика а пожалуйста слезь и в круг в круг все в круг ну давай 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 чего тебе надо как шкодливого котенка за шкирку вот это вот сука ну ты бесишь ну ты бесишь ребят рихтуйте его ну давайте ну ребят ну чё смотрим ну вы мудаки короче говоря ну что ж спасибо тебе ты хотел унизить меня но лишь сделал сильнее теперь я знаю истинного себя не ведаю стыда я хочу чтобы ты понял что ты понял что ты понял ничего не поймешь талион тут ни при чем вообще этот конкретно и вам уже пора научиться различать талионов камон что понял то а что тут понять то все ребят давайте рихтовать его серьезно только аккуратно ну понятно никто даже и не собирается этого делать я блин все это понял сразу сделаю все сам без шума и пыли может быть даже не включится у него разъярение стоп 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 майн замайнили орка а это тот самый тот самый с огромной силой с толстокожностью который будет в качестве запасника ибо мясорубка не вечно а магия мордера показала что она просто спит и видит когда мясорубка сдохнет отправляйся ты все таки на сохранение поэтому я считаю что запаска нужна тем более что и так были предложения его внедрить типа вторым это все конечно очень здорово но понимаешь они же и так не дают нормальную селекцию проводить если внедрить кучу орков которых мне будет хотеться спасти закончится все очень и очень не очень места мало маловато мест вторая пустая точка на самом деле жаль что они пустые я думаю в этой крепости могло бы быть намного больше интересных орков и они есть но они как бы недоступны в завоевании просто по той причине потому что нету здесь на точке человечка значит у человечка нету человечков и вот так вот мы здесь на точке без человечков без человечные точки грубо говоря а почему нас здесь трое ребят почему нас трое всех остальных перебили или они дальше не пошли просто секундочку нет не перебили они думают да да там да там талия он сам справится что бегать то а это ты не некромант да тот самый не некромант бум ребята бум где этот не некромант ну ты вообще офигел обманный обманщик обманный обманщик как проникновенно заглядывает алену за маску как минимум не в глаза смотрел ну давай давай ребят я надеюсь вы поможете я же его не сам буду рубить а может взять его из принципа дурака такого ребят рубить его будем или где не ты посмотри что он творит ты посмотри что он творит он выходит из круга и это не знаю хочешь ли ты его увидеть на арене вот его один из лучших наемных убийц если что ребята обожди что он сделал подожди он теперь заново некромант секундочку а я смотрю эта серия вся будет пронизана этой херней он не будучи некромантом поднимает нежить а а я уже не знаю а я уже не знаю вот вот еще один орк вот казалось бы да вот как дерьмово в той в той крепости то ли он сразу убили разочарование дизлайк отписка вся херня это все понятно это все ясно но вот без того не было бы вот этого момента он некромант не будучи некромантом поднимает орков или как вообще но он точно не падает на колени и навзнич пытаясь полечиться как танк хотя а я не знаю я уже не знаю твое мнение твое мнение я его сейчас вербую в надежде услышать твое мнение что нахрен с ним такое а ну все понятно да я его хрен завербую потому что ну как обычно с ними его уже заклинило да и хрен отклинит до того как он умрет но я попытаюсь я пытаюсь его занять но это не получается потому что он убегает яростно убегает в своем разъярении я пытаюсь я пытаюсь есть шанс что его не успеют убить есть шанс но какой то он микроскопический у него еще и огненные бомбы стоп стоп я не знаю это причуды магии мордора или его тоже убиваем в гарнизоне напиши 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 не вот это вот классическое ой я не знаю что написать а тут знаешь да или нет читер или не читер но я беру надежное твое мнение если если мнение никого не будет удаляем его тоже то есть для меня отсутствие мнения это подтверждение того что он читер отсутствие от твоего мнения имеется в виду так сказать с молчаливого согласия а если нет ну я даже не знаю может мне показалось может быть он просто делал этот прием но никого не поднимал а такое может быть что он как бы был некромантом запомнил эту херню чисто на уровне алгоритмов этой херней страдал продолжает страдать но поднимать орков не может вроде же там не было ни одного зомберка я не знаю я не знаю тебе не победить я знаю все твои приемы я знаю как это из любой удар я знаю я знаю я знаю а я вот знаю что я ничего не знаю и что поделаешь так что другие не знают этого я могу победить тебя но это будет тебе стоить жизни как тебе такое он такой да похер да мне вообще все похер а мне вот нет а ты один да ты один ты один ты один ты один и ты злой он один единственный и он очень злой он очень один и очень злой вот это вот это конечно жесткая канонада вокруг да по-моему он попал прямо на передовую ах да контратака же у тебя точно 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 но извини тогда тогда будем тебя просто гасить как Orchestra просто гасить подойдет давай просто почему хорошо я они против просто гасить я могу и гасить не просто а могу и просто гасить что как нибудь постоянно только ложка поздно-поздно это уже было поздно все гасим-гасим продолжаем то ли он и продолжаем а сейчас продолжаем но нет я же убьет не хочу не хочу убивать не хочу хотя а так ли он мне нужен а так ли он нужен мне уязвим для огня убийственная контратака отряд элитного да ну его нахер серьезно нахер он нужен вообще и более ему все похер ай такие орки нам не нужны он уже приспособился а гореть то не приспособился гореть то не приспособился ты видеть да а сего вставай вставай сука и дерись ну а еще раз пожалуйста туда пошло не так аль он хватит его уже ногами пинать и и вот она финал очка руби башню то ли он руби мать ее башню скорее убей меня лучше умереть чем видеть как захватывают мою крепость но хозяин барин чик давно не сбрасывали головы с крепостей злые головы но все таки все таки там кстати у них должна быть специальная ручка на голове это неудобно то ли он будет таскать на серьезно хотя нет это ли он всадил ему прям кисть просто в череп все удобно все нормально прям за мозг держал если он вообще имеет место быть но все же что насчет этого не некроманта а еще вот есть концепция вампиров когда их называют не мертвые кстати 1111 прикольно не мертвые то есть имеется ввиду не живые но и не мертвые а тут получается концепция с некромантом он как бы и некромант и не некромант и хер вообще пойми что такое и при этом у него огненное оружие я такого не встречал понимаешь я такого не встречал достаточно что пару недель ну даже меньше не заходить на завоевание чтобы появилась какая-то новая фигня либо от маги мордора либо от читеров которые надо признать они специально херней страдают вот это вот уже не крепают таких откровенных читеров чем путают очень сильно все же давай посмотрим кто из них попал в гарнизон сперва найти потом будет не проблема обоих с другой стороны проблема а он не попал гарнизон в принципе какой уж там но это не отменяет того факта что неизвестно кем он нахрен был есть только лягушатник который опять же под вопросом убиваем его или не убиваем зависит от того и не надо пожалуйста тут лояльно относиться к лягушатнику и жалеть его и поэтому писать не 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 саша вот тут только он вообще не читерский не надо найдем еще и зеленого и лягушатника какого угодно найдем это не проблема так что не надо вот этого чё разок хочется заглянуть что же там дальше будет ну просто этот номер опять этот номер вместо ника танк танк ну теперь мне все крепости в которых слишком много повторяющихся орков кажутся кажутся читерскими ну чё то многовато танков ты не находишь причем хорошей именно ладно бессмертных бессмертных то много вот такого типа бессмертных то понятное дело что много но именно кроши все вот это конечно очень подозрительно что игрок потратил просто кучу времени на то чтобы найти именно хорошей и каких-то уж сугубо одинаковых да ну в общем тут даже мне кажется даже и спрашивать не стоит и так все ясно слишком слишком все все слишком запущено как-то зверюга да и хер с ним с зверюгой учитывая какая тут ситуация в общем дай понять как ты считаешь насчет насчет того некроманта и некроманта и тем более насчет того истребителя мертвых который тоже некромант опять таки серия получить получается некромантская дай знать что ты думаешь на этот счет по орчикам естественно и по лягушатнику конкретно а также в целом поддержи это видео если тебе нравится завоевание именно завоевание и все эти чаяния в попытках найти интересную крепость или какой-то интересный момент или это интересно завоевание или просто классное завоевание с абсолютно четкой крепостью в общем дай знать лайком и комментарием это все влияет на то как скоро выйдет такая же серия вот с такими же вводными данными большое спасибо за компанию отдельный респект всем спонсорам канала за поддержку меня алена на ю тубе и на патреоне и бабой а